международного бизнеса в украине нет так ли это нам расскажет кшишто вседлецкий президент европейской бизнес-ассоциации по вашему какая основная задача сейчас и что вы будете делать помогать бизнесу или защищать его знаете мне кажется что я одно и второе задача европейский бизнес ассоциации их несколько одной из них это промоция украинского и украины как такой в евросоюзе это внедряние принципов европейских их законов европейских украине и конечно объединение представления интересов компании не только европейских состав европейской бизнес ассоциации входят компании большие крупные международные 30 процентов из них это европейские значительная часть это компания которая чисто украинский то есть какой-то степени приходится лоббировать интересы международных компаний в украине и что изменяется в самом ведении бизнеса благодаря этому мы бы не хотели разделять вот это бизнес отечественный вот это бизнес какой-то иностранный вот европейский немецкий а этот еще американский китайский либо индийский у нас есть все компании и наша задача это представлять объективно интересы всех этих компаний но вы немножко отошли от ответа все-таки задачи ассоциации сказали и защищать и помогать бизнесу приходится ли вот сейчас защищать узнаете такой защиты прямо и мы даже не имеем возможности мы ассоциация мы можем говорить мы можем убеждать но защищать знаете собственной груди достаточно сложно оцениваете ли вы законодательство украины в области ведения бизнеса как там удовлетворительно хорошая и кроме когда вы приехали в украину конечно это украинский закон это джунгль это джунгла в которой двигаться очень очень сложно я даже бы рискнул такую тезу что исправить эту систему будет очень сложно а может даже невозможно но компания работает и ассоциация работает и вот ведет определенный диалог вот эффективность этого диалога нас как ее можно оценить а вы знаете ну сложно оценить и объективно в баллах а сколько от 1 до 10 самое главное что этот диалог существует и это это очень важно вот вы отмечаете что проблемы такие общие вот вы как представители фармацевтического бизнеса чувствуете ли что у вас есть какие-то отдельные проблемы о там банковского сектора отдельные или они общие если посмотрим на индустрии конечно из каждой из них имеет свои собственные и свои такие как были локальные проблемы фармацевтическая она тоже не живет в вакууме у нас тоже есть и общее есть наши собственные формат фармацевтические проблемы если какой-то рецепт выхода из тех проблем которые случились да вы говорите некоторые законы надо подрубить нужно судебную систему но вот будучи членом европейской бизнес-ассоциации уже много лет вот какие там основные может 35 шагов нужно сделать чтобы изменить ситуацию евгений то что я врач и что я представитель фармацевтических водорослей то не значит что у меня есть рецепт если он вообще если он вообще но теоретически у нас он должен быть правильно я не вижу таких рецепт и думаю что у никого нету в рукаве таких решений которые можно бросить на стол и они в короткое время изменят достаточно тяжелую ситуацию украины мне кажется что подход систематически прежде всего определение цели я думаю что правительство должно хорошо понимать где этой цели находятся и как к ним вот как огнем добраться может уже не так не так просто по крайней мере у меня такого рецепта если бы вы хотели теперь а если какая-то страна пример на которую стоит ориентироваться многие называют польшу кто-то грузию кто-то даже сингапур вот если какие-то такие примеры на которые стоило бы я думаю что примеров много речь в том что каждая страна имеет свои особенности очень сложно найти точка в точку похожую страну я думаю что есть лучше брать секторы такие которые в других странах получились которые хорошо работают хороший пример допустим работающий налоговой системы это словаки еще лучше это эстония но можно ли взять эстонский и транспортный делать имплантацию его на территории украины я сомневаюсь однако страны разного размера и даже менталитет прибалтов и украинцев он разный особенно что касается намерения платить платежи налоги о работе международных компаний в украине нам рассказал 6 что вседлецкий президент европейской бизнес-ассоциации спасибо за ваше внимание с вами был евгений бенцев специально для дуко скопе тиви из киева